В эфире телерадио компания «Альтекс.Медиа» программа «Момент прозрения» в студии Юлия Скутина. Здравствуйте! О грехах, ведущих к смерти души и о борьбе с ними по учению православной церкви, сегодня продолжаем беседу с отцом Николаем, настоятелем храма святого великомученика Георгия Победоносца, села Миронова. Здравствуйте, отец Николай! День добрый, уважаемые телезрители! Сегодня хотелось бы продолжить обсуждать концепцию восьми греховных страстей. Следующая греховная страсть – это любодеяние. Предлагаю обсудить сегодня эту тему. Что это такое? Есть слово «любодеяние» и «прелюбодеяние» – они стоят на одной полочке. Но это разные вещи? Нет, да, безусловно, разные, но тут это, смотря какой степени, как это понимать, это разностепенность, она может быть, да, в какой-то, в той или иной степени это преступление имеет то или иное тяжкое последствие. Но стоят они из одной и той же когорды, что «любодеяние», что «прелюбодеяние». Давайте для начала мы определим, что такое «любодеяние» и почему оно считается грехом. «Любодеяние» – это есть, когда люди проживают вне церковном браке и, собственно говоря, ведут семейный образ жизни. Вне церковном браке, даже сейчас церковь, она признает и государственные браки, то есть заключенные в ЗАГСе. И вот именно это как бы является вне брака. То есть если люди зарегистрировались в ЗАГСе, они считаются, церковь считает, что это… Брак законный, но как бы нужно его еще венчать. Но как бы церковь не порицает в этом отношении, людей не отлучают от причастия, потому что Священный Синод принимал по этому постановление, что все равно как бы людей-то насильно мил не будешь и насильно к Богу вести все равно, люди сами должны дойти до себя, что вот именно брак неосвященный Богом, он как бы в этом отношении, так скажем, неполноценен. Ну, многие с осторожностью подходят к венчанию, потому как думают, что вот сейчас мы поженились в ЗАГСе. Если мы повенчаемся, а вдруг потом не поживется, а вдруг придется развестись. А вот это именно давлеет грех любодеяния. У нас, знаете, такая формулировка развода брака. Не сошлись с характерами, да, ну формулировку, что там жена сварливая, муж либо пьяница, либо слишком требовательный, еще есть, есть и еще. Потому что, вы знаете, любодеяние, прелюбодеяние, потому что, ну, мы не любим человека. Мы руководствуемся, наверное, в большей степени гормональным, так скажем, всплеском юношеским, да. Потому что многие, вот заметьте, что юношки такие, ну, такие очень ранние браки, достаточно редко, которые не распадаются, но в большей степени распадаются. Потому что, да, у них юношеская такая пылкая любовь, но когда они уже переходят вот именно к бытовому существованию, что понимают, что любить надо только не только за красивые глазки, не только за шикарную прическу, шевелюру, а нужно любить и ту, которую может и иной раз посетовать, отругать, наставить. Наставить не рога имеется в виду, а наставить по-отечески там, ну, допустим, увидишь, что-то неправильно творишь, и супруга подходит и говорит, ну, дорогой мой, ну, вот это неправильно, это, так скажем, на нас бросает тень. На нашей семье. Вот и все в таком роде. Поэтому церковь, она как бы призывает вот именно венчаться. Для того, что освящено Богом, да не может человек разлучать. А мы как бы боимся, что если церковь венчает, то уже ходу нету. А мы же люди свободолюбивые, сластолюбивые. Мы же любим творить грех любодеяния. Даже не обязательно ходить изменять жене. Вот, да, допустим, вы живете даже в браке. Ну, допустим, допускаем, что вы живете в гражданском браке, то есть в заключенном в ЗАГСе, да. Церковь не порицает вас, ну, призывает их, скажем, все-таки… Обвенчаться. Обвенчаться, да, в этом отношении. Ну, мужчины же позволяют себе, либо женщины бывают, но это не секрет, это, что, ох, какой милый, замечательный человек. Особенно в телепателлевизоре у нас это пропагандируется. Ах, 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 как он красив, как он прекрасен. Ах, ах, если бы муж мой или жена была бы похожа на эту диву. Да, еще, знаете, у нас есть это… То есть можно назвать мысленная измена, получается. Есть и то, это тоже относится к любодеянию, то есть когда, знаете, есть такое еще выражение, заповедь, заповедь, она говорится, не возжелай жены ближнего своего, не возжелай. А наше любодеяние с чего начинается? Мы с вами предварительно как-то грех обсуждали, чревоугодие, да. Чревоугодие, оно тоже, кстати, порождает вот это, когда человек переезд, сыт и довольный, там, насмотрелся телевизор, у него появляются какие-то излишние, желания, потому что он переел пищи, у него в организме, то есть избыта пища, у него энергия плеща, да куда же ее девать-то, да, ну не пойти же скайлом махать, да, на железную дорогу, там, рельсы шпалы двигать, это же не удовольствие, это же работа, с меня повод пойти, мне неудобно будет, а потом там какие-то заманчивые картинки, ах, не пойти ли мне там какую-то молодуху найти, прошу прощения, да, и всю свою энергию деть куда-то, не туда, все, вот, кстати, вот эти грехи, они все взаимосвязаны, все взаимосвязаны, и то есть, когда человек, вот, именно, любодеяние, вот, именно, когда человек увидел просто-напросто, он вначале вожделился взглядом, он увидел, потом он вожделился умом, а потом уже начинает мыслить, а потом уже воплощает, вот, именно, в идеи какие-то, да, там, допустим, в той или иной степени он изменяет, либо супруги, там, допустим, если состоят в браке, либо изменяет, прошу прощения, но целомодрию своему, потому что сейчас целомодрия как таково у нас не в почете, целомодрия, ну, что, старая дева, о, какой ужас, да ты что, ты всю жизнь потеряла, вот такие пи ты сейчас слышишь, и когда призываешь, вот, людей, так скажем, целомодрия, они как-то вот в этом отношении, ну, чирается, смотр как-то вот на это, в дикому, потому что сейчас целомудрия не в почете, сейчас в почете, вот, именно, грехи, прелюбодеяние и любодеяние, и вот, и поэтому распадаются семьи. Любодеяние – это когда ты мысленно, глазами, умом… Либо не в браке. Либо не в браке, а прелюбодеяние тогда. Прелюбодеяние уже, когда прелюбодеяние, вот, именно, это больше констатируется, когда человек состоит в браке и позволяет… В церковном браке. Еще раз подчеркиваю, церковь на данный момент по принятию священного синода не порицает эти браки, но призывает, вот, именно, людей, находящихся в гражданском браке, вот, именно, венчаться, но обратно, насильно, никто никого не заставляет, люди решают сами для себя. Хотят ли они жить во грехе любодеяния, либо хотят жить, вот, именно, как правильные люди, в браке, освященном Богом. Они сами для себя решают. Если человеку вольготно, ну, по крайней мере, жить, либо в сферу своей привычки, потому что мы 70 лет, мы не признавали никакие браки, и, вспомните, в 24-м, в 23-х годах существовала такая концепция, женщина – это общее достояние, и не может, и семейный брак даже порицала, то есть, семейная конституция даже порицалася, что мы коммунисты, мы идем к светлому будущему, нету, потому что даже семья рассматривалась, как некоторое такое изжитокапитализма, кулачество, что вот собралась какая-то ячейка общества, да, вот, папа, мама, там, дети, и живут вот каким-то таким обособленным кругом. И все, и нас на протяжении 70 лет из наших ума, из наших сердец, из нашего вообще воспитания пытались изжить вот именно понятие брака как таковое. Даже не беру во внимание церковного, даже того же гражданского брака, а сейчас меняться, и, как бы, церковь, она прилагает к этому усилию, как бы, и говорит, что вы, ну, не порицает, она старается мягко отнестись. Вот именно к людям, состоящим, вот не в гражданском, а именно вот в государственном браке. Ну, гражданский брак порицается, как бы, потому что, ну, люди там, знаете, как говорится, вот увидели, вот полюбили, ну, поживем, посмотрим, срастемся, не срастемся характерами, да, вот как, ну, если не срастлись, ну, значит, извини меня, Клавдия Петровна, я пойду к Авдоте Михайловне. Она более, вроде так, пышно-груда, лицом красивая, румяная, а то уж какая-то у меня косточка такая непонятная, такая серенькая мышка. Ты давай живи, а не то, что дети разве там у нас есть, адвокат, ну, это ладно, ты сама воспитывай. Ой, много еще живем на год. Вы посмотрите на нашу демографическую ситуацию. Это вообще семьи, которые вот встретят без развода, достаточно редко. Есть вторые, третьи брачные. И все как-то кого-то что-то ищут непонятные, какие-то свои половинки. Мы забываем. Знаете, мне бы хотелось бы процитировать слова апостола Павла Коринфина. Там, знаете, вот написано про стоящую любовь. Я часто задаю, когда молодые люди приходят, да, вот, венчатся или что-то хотят. Я говорю, что такое понимание вашей любови? Ну, в вашем понимании любовь. И начинается, это когда тама, молодой человек на белом коне, с букетом роз, с романтически настроенным, наберя олениными усами завернутыми, как у Чапаева, ну, примерно, да, так скажем. Иронизирую в этом отношении. Подъедет, стоит на коленку, читает Тодды, поет псеренады, как Ромео Джулетта под балконом. Вот это принц. Вот я за него выйду. И не то, что это мне суть важна. И вот я буду любить, потому что он восплыла в мое сердце. Он мне приятен, моему взору. Но наша сегодняшняя молодежь, скорее всего, не об этом мечтает. Джастин Бибер, наверное. Там, кто еще и там есть. Как его, итальянский смазливый мальчик, как его зовут. Леонардо Ди Каприо. Нет, они, девочки, мечтают все равно. Вот и юноши мечтают о некоторых таких красивых, вот ищущихся личностях, чтобы были похожи. То есть вы уверены, что романтики еще остались? Нет, романтики есть. Нет, вот знаете, вот я хочу по поводу любви сказать. Слова апостола Павла, как бы не закончил. Что апостол Павел, он сказал, любовь, она не злобствует. Любовь, она не завидует. Любовь, она не ревнует. Любовь, она не превозносится. Не ищет своя. Любовь все прощает, все покрывает, все переносит. Не ревнует. Не ревнует, подчеркиваю. Это когда, знаете, есть такое выражение, ревнует даже к столбу, к супругу свою, да, допустим. Вот настоящая любовь. И даже есть, знаете, престарелая любовь, когда либо престарелая Матрона, либо престарелый мужчина берет в себе какую-то молодую красавицу. Это не любовь обратно, это любовь за деньги. Любовь за какие-то преференции, как выгодно сейчас принято выражаться, да? За какие-то преференции, что какие-то перспективы девушки, они многие тоже выходят. Потому что у нас что через телевизоры рекламируется? Красивые статные девушки, да? У нас сейчас идет болезнь от этих пластических операций. Нос как у рыб, ой, губы как у рыб надутые, носы какие-то непонятного профиля, щеки, губы, что-то как-то накачивает и все. Для чего? Для чего это делается все? А для того, чтобы показать себя женщиной более выгодной стороны. Бьюст, собственно говоря, накачать некоторыми, так скажем, штуками, протезами, там, более выгодным средством, чтобы мужчина посмотрел и соблазнился, сказал, какая дивная принцесса идет. То есть обратите внимание. Да, но вот и женщина, она соблазняет, именно своими внешностями. Мужчина соблазняется своим взглядом и говорит, ух ты, это такая пышная, как Памела Андерсона, моя жена, это, господи, Памела, там это, есть такое смешное выражение, как это хуже атомной войны выглядит, ну такая серенькая, убогенькая, а тут такая яркая, пышная девушка, красивая. И все, он бросает семью, бросает детей и уходит к этой, в кавычках, как Памела Андерса. Несмотря на ту свою верную жену, которую посвятила всю свою жизнь, всю свою жизнь, вот именно ему. Потому что жена изначально, если смотреть по акту творения, вот именно, жена, она сотворена как помощница мужу. А муж, глава семьи, муж по отношению к ней, он предатель, потому что он предает ее. А жена, которая ведет себя непотребно, она совращает, вот именно главу мужского, вот именно семьи. И тут это любодеяние, прелюбодеяние, как бы эта палка такая. То есть одно вытекает из другого. Конечно. И все, и как бы в этом отношении церковь всегда призывает к целомодрию, к настоящей любви, что мы готовы простить. Вот знаете, вот как материнская любовь к ребенку, она любит его искренне, беззавидно. Не за красивые глазки, правильно? Потому что ребенок есть больной, бывает и эпилепсией страдает, ребенок бывает и ДЦП. А как мама, посмотришь вот на такими больными детьми, они сидят и семьи, действительно, смотришь, какие они любовь проливляют, настоящую, неподдельную, не за деньги, а вот настоящая вот именно любовь. Вот такая настоящая, когда существует настоящая любовь, и когда мы готовы прощать, вот из этого создаются настоящие, хорошие семьи, добрые семьи. Что такое грех? Вот оно, любодеяние и прелюбодеяние. К чему ведут вот эти грехи? Первонаперво ведут болезни, которые существуют. Далеко не будем бегать ВИЧ-инфекция, это посредство, так скажем, не 100% доказано, но тем не менее она передается, так скажем, внебрачными связями, когда люди, собственно говоря, беспродумно не смотрят ни на народ, ни на сословий, или там, просто они, ну, так скажем, своими гормонами. Всякого рода болезни, всякого рода, кстати, последствия уродства, дети почему рождаются, если бывают еще там дополнительные грехи, почему дети рождаются, бывают даунами, еще какими-то вот именно, потому что это от нецеломудрия. Знаете, есть такая забытая наука, вот это вообще-то отдельная как бы тема, вот именно, называется телегония. Теле – это дальние гонии, гены. Ну, как телевизор, да, дальнее видение, да, вот теле – дальние гены. Люди, которые понимают, что, что-то про чего я говорю, это если вы породистый заводчик, да, и у вас имеется породистая собачка, породы самка, и если эта самка каким-то случаем произойдет, так скажем, у них смешение с самцом другой породы, эта самка будет испорчена, потому что тот самец отложит в ней свою генетическую информацию. Вот так же и нецеломудрие, наше вот именно молодежное нецеломудрие, свободное взаимоотношение, которое очень сильно здорово пропагандируется, даже вот эти, как его называется, с радужными флагами бегают, я забыл, как эти персонажи зовут, они свободу каких-то взаимоотношений между мужчиной и женщиной, между женщиной и женщиной, между мужчиной и мужчиной, это вообще-то уже и стадии вообще полной, как говорится, не поймешь что, то ли любодеяние, то ли прелюбодеяние, и там идет просто нарушение вот именно той, так скажем, генетической целостности женщины, как носители, вот именно матери, будущего ребенка от отца, это нарушается. Так же и мужчины, они должны понимать прекрасно, что будучи беспорядочны в своих, так скажем, жизни, они тоже черпают ту информацию и отлагают ту информацию. Время у нас ограниченное, к сожалению. Тема интересная. Сегодня мы постарались раскрыть и донести до зрителей, вот чем является все-таки вот этот грех любодеяния и прелюбодеяния. В следующий раз мне хотелось бы поговорить вот на ту тему, которую мы затронули, это венчание, церковное венчание, то есть это отдельная тема, она очень интересная. Как подойти к этому церковному обряду, что это за церковный обряд и так далее. Я бы хотел добавить, это не обряд, как мы часто, а это, как таково, говорится, таинство. Потому что Бог венчает. Не священник венчает, священник он посредник, а Бог венчает и соединяет. И обратно мы возвращаемся к с вами в Библии, в момент утворения. И сказал, сотворим оба помощниц, помощницу ему. То есть это таинство, и Господь усмотрел, что Адаму, первому человеку, нужна была помощница в виде женщины первой, Евы. То есть это таинство. И Господь это сочетал и создал помощницу. Обратно же из Редама, Даму, и некоторые единоцелы. Это в большей степени не обряд, а в большей степени таинство. Ну а на этом мне бы хотелось выразить вам огромную благодарность за то, что вы смогли прийти сегодня к нам и побеседовать на такие интересные темы. Вам, в свою очередь, тоже большое спасибо, что продолжаете с нами сотрудничать. Ведете такие полезные передачи для жителей, горожан, для района города Артемовска. Не только, насколько я знаю, на Артемовске ретранслируются передачи, но и для других людей. Надеюсь, это кто-то что-то для себя полезное услышит. Ну, как говорится, благосостояние Божи на всех вас и на людей, на телезрителей. Спасибо, Господи. А я напоминаю, гостем программы «Момент прозрения» сегодня был отец Николай, настоятель храма святого великомученика Георгия Победоносца в села Миронова. Я же на этом с вами прощаюсь. Всего доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok